Привет! Топ-репетитор на связи. Я действительно верю в свой годовой курс гвардии. Если мои ученики ошибаются, я несу за это ответственность. Мы запускаем новый экспериментальный формат шок-контент с топ-репетитором, где каждая ошибка ученика приносит мне боль. Правило шоу. Школьник должен ответить правильно на 10 вопросов из единого госэкзамена. За каждый правильный ответ, он получает 10% скидку на следующее обучение. А за каждый неправильный топ-репетитор получает удар током. Если участник ответит на все 10 вопросов верно, мы подарим ему супер-приз. Но если все 10 ответов будут с ошибкой, топ точно поедет домой на скорой. Все понятно? Можем начинать шоу! Ах да, чуть не забыл. Чтобы добавить стресса, мы дали участнику наушники супер-противной музыкой. В итоге он не будет слышать ни топа, ни своей мысли, а только ты пчела, я пчеловод. Осторожно! В твоем ютубчике шок-контент. Это Маша. Маша учится у нас на курсе гвардии по предмету общества знания. Маша, скажи, куда планируешь поступать? У меня в планах МГИМО, МГУ. Достойно, очень хороший выбор. А сколько тебе, значит, нужно баллов? Не меньше 92. Не меньше 92. Значит, ты должна быть хорошо сегодня готова. Да. Если Маша отвечает на все 10 вопросов верно, она получает AirPods Pro в подарок от топ-репетитора. Ну как, Маша, ты готова? Всегда готова. Это отличный настрой. Надеюсь, мне не будет больно. Запишите слово, пропущенное в таблице. Стандартное задание номер один из ЕГЭ по обществознанию. Метод познания. Пропущенное слово. Характеристика. Целенаправленный процесс восприятия окружающего мира, предметов и действительности. Стандартное задание из ЕГЭ, очень простое, которое мы проходили в нашем годовом курсе. Это из блока познания. Каждый школьник, а тем более рассчитывающий на МГИМО, должен знать ответ. Поэтому мы посмотрим, что Маша у нас здесь думает, что она считает правильным. Я готова. Анализ. Это ужасно. На самом деле, это очень стрёмно. Маша, ты не получишь AirPods Pro. Это первая плохая новость. Вторая плохая новость, ты не получишь скидку. Третья плохая новость, мне было очень больно. Все три минуса. А ответы правильные можно узнать? Да, правильный ответ – наблюдение. Второй вопрос. Найдите понятия, которые являются обобщающими для всех остальных понятий. Честно скажу, что этот вопрос мы еще не проходили. Это один из последних самых блоков в экономике. Поэтому надежда у меня очень слабенько и я вообще хз, что получится. Но, с другой стороны, этот вопрос очень легкий. Базовый второй вопрос – он всегда на объединении одного слова. Поэтому в обществознании он оценивается всего лишь в один балл. То есть здесь очень, как бы, он по идее легкий. Но посмотрим, что Маша ответит. Здесь на выбор инвестиционный фонд, коммерческий банк, кредитная организация, страховое общество и сберегательная касса. Здесь сразу говорю, что правильный ответ – это кредитная организация. То есть все те, которые работают с деньгами, выдают какие-то финансовые займы, либо какие-то имеют финансовые отношения с теми, кто обращается в эти организации. Я готова. Кредитная организация. Я выдохнул. Хорошо. Все, правильный ответ. Маш, мы тебя поздравляем. Скидочка. 10% мы зафиксировали. Это раз. Ну и что? И давай пойдем дальше. Третий вопрос. Вперед. Понеслась. Ниже проведен ряд политических партий. Все они, за исключением двух, образованы по политическо-идеологическому признаку. Партии коммунистические, либерахи эти сраные, социал-демократы, оппозиционные, монархические и кадровые. Здесь стандартное задание номер три, которое оценивается в один балл. Задание тоже очень простое, где нужно выбрать то, что не подходит. Здесь правильный ответ 4.6. Партии оппозиционные, кадровые. Оппозиционные партии – это те, которые относятся не по идеологии, а по характеру отношения к власти. То есть, какие отношения с властями они строят. Здесь бывают партии проправительственные. Те, кто поддерживают данную линию государства. Путина, неважно кого. И партии оппозиционные. От слова английского opposite, то есть против. И кадровые партии – это вообще по их структуре, по тому, как они организованы. Есть партии массовые и кадровые. Это совершенно другая классификация, к которой сюда не относятся. Топ-рептитор дрожит, ему страшно. Я готова. 4.6. Это так классно. На самом деле, друзья, это невероятно приятное чувство. Мы эту тему еще не проходили. А, ты правильный. Приятно, спасибо. Четвертый вопрос. Он у тебя будет здесь прямо перед тобой на экране. Можешь поставить на паузу и внимательно его изучить. Потому что читать его здесь слишком долго. Просто расскажу, что это за тема. Здесь стандартное тестовое задание, где нужно определить функции науки. Функции науки не только две, как в этом задании их больше. Например, есть социальная функция науки или что-то такое. Здесь же нужно определить, либо она производственная, либо она прогностическая. Производственная функция науки – это то, что наука помогает непосредственно процессу создания новых благ. Ну, банальный пример, где придумывается новая технология, чтобы создавать товар быстрее и качественнее. А прогностическая функция науки – это твои ставки на спорт, это всякие твои форексы и прочая вот эта ересь. То есть то, где наука пытается предугадать, что произойдет в будущем. Самый банальный пример – это какая-нибудь экономическая аналитика. Ну, или еще банальнее – это прогноз погоды, где говорят о том, что будет завтра или послезавтра. То же самое можно применить, где, знаешь, они пытаются предсказать, где будет сейсмическая активность и так далее и тому подобное. Я готова. Правильный ответ. 2-1, 2-1, 2-1. Ебой. А все почему? А потому что мы проходили это на годовом курсе, видишь? Это, кстати, действительно сложный вопрос, на котором очень много ребят сыпется, но курс гвардии в очередной раз доказывает, что он разносит сложный вопрос и максимальные уже 2 балла за это задание. А я напоминаю, что с каждым вопросом топ-репетитор становится все больнее и больнее, потому что эти вопросы все сложнее и сложнее. И если Маша ошибается, то цена ее ошибки все выше и выше. Мощность только повышается и боль топ-репетитора увеличивается. Следующее задание очень классное. Это задание уже оценивается в 2 балла на ЕГЭ по обществу знаний. Уже видишь 1-бальное задание нахер, уже 2-бальное. Государство Z объединяет несколько штатов. Здесь, если говорить тоже кратенько, это дается подробная характеристика. То есть смотри, это задание такого типа, что здесь дается подробная характеристика государства, его описание. И ученику, в данном случае Маше, нужно эту характеристику четко определить и прописать. Здесь спрашивается очень много. Если брать в широком определении, это тема формы правления. То есть здесь видишь, какая она республика или монархия, какое территориальное государственное устройство, какой здесь режим. Это огромнейшая тема, которую к ЕГЭ нужно знать. Если ты эту тему не знаешь и идешь на ЕГЭ, сразу тебе говорю, что вопрос перехода порога стоит очень остро. Даже тут не МГИМО. Я готова. Правильный ответ 3-4-6. Достойно, достойно. У Маши уже хорошая скидка на следующий месяц. Блин, Маш, это реально классно, что ты идешь на такие топовые баллы, 90+, уверенно. Типа топ вузы. И я спокоен. Мне уже сердечко нормально бьется. Идем дальше. Классное задание. Но это мы на курсе Гвардия проходили. Давайте поговорим о нем. Японское общество отличает приверженность истории, традициям. Сами японцы утверждают, что они представляют собой постиндустриальное традиционное общество. Очень крутое задание формата ЕГЭ. Короче, здесь я тебе объясняю всю суть. Смотри, есть три общества. Аграрное, индустриальное и постиндустриальное. Которые ты обязан знать к ЕГЭ. Это одна из базовых фундаментальных тем. Но в ЕГЭ есть очень крутая подловка. Что даже общество, которое называет себя постиндустриальным, все еще имеет традиционные черты. Объясняю на простом примере. Россия у нас претендует на индустриальность, есть промышленность, есть средства массовой информации, интернет. Но даже в России до сих пор проявляются традиционные черты. Например, большое влияние церкви в современном обществе или доминирующее количество патриархальных браков. Это очень классная тема, которую на ЕГЭ нужно подробно знать. И вот посмотрим, как Маша эту тему выучила на нашем годовом курсе и насколько она готова ответить правильно или неправильно, чтобы мне не было больно. Я готова. Правильный ответ 1, 2, 4. 1, 2, 4. Ну, это гвардия. Тему проходили. Все четко, все классно. Все прям очень. Я доволен. Как ты на первом вопросе тогда ошиблась? Я не знаю. Ты правда не знаешь? Ты забыла тему? Я запуталась просто. Еще непривычно с музыкой было. А, окей. Но на ЕГЭ так же будет, знаешь? Смыска? Не, ну на ЕГЭ, знаешь, какие-то дороги будут ремонтировать, митинг будет из твоих там окон, что-нибудь такая штука, поэтому стресс-фактор будет. Ну да. Па-па-ра-па-па. Следующий вопрос. Ой, он хороший. Здесь есть одна подловка, поэтому я очень сильно переживаю. Этот вопрос очень серьезный, но мы его проходили. Это вопрос культуры. Тема культуры очень часто пишется в ЕГЭ. Она просто огромнейшая. Но здесь задание, которое ты обязан знать. Массовая культура, народная культура и элитарная культура. Каждая из этих культур имеет свою характеристику, свои особенности, свои проявления. Я готова. Правильный ответ 1, 3, 5, 6. Отлично. Не, Маша бы не радует. Все, в ГИМО, МГУ, мне не больно. Это классный момент, что теперь в ЕГЭ, теперь не нужно смотреть на три правильных ответа. Ответов может быть как два, так и четыре. И здесь подловка была в том, что здесь было больше цифр, чем обычно. Короче, сейчас мне будет больно. Это факт. Эту тему херово знают все. Даже мне нужно иногда небольшое повторение перед занятием, чтобы эту тему разжевать на уроке. Это отличительные признаки кооператива. Чистое право, к которому мы вообще еще в годовом курсе не прикасались. И, короче, если сейчас Маша ответит, то это чудо будет просто. Но, блин, я не верю. Вот отвечаю. Просто скажу тебе такую тему, что многие преподаватели думают, и из других онлайн-школ или всякие бабушки, что эту тему уже не спрашивается. Эта тема, правда, выпадает в ЕГЭ редко. То есть, если ты эту тему не пройдешь, она может тебе не выпасть. Это такое есть немаленькая вероятность. Но, в конце концов, процентов 10, возьмем, или 20, что эта тема на ЕГЭ тебе выпадет. И если она тебе выпадет, и ты просто не выучишь эти функции кооперативов, признаки кооперативов, всякие вот эти ИПО, правильно ты не ответишь. Вероятность, ну, там, наугад, просто капец какая маленькая, учитывая, что ты не знаешь, сколько цифр, учитывая, что, как бы, тут нет какой-то элемента логики. Ты либо знаешь, что это относится к кооперативу, либо нет. Я готова. Правильный ответ – 1, 2, 5. Это какой-то произошел слив ответов. Откуда ты знаешь эту тему? Неоткуда, я просто предположила. Ну, не то, что предположила, но на логике. Это удивительно. Очень простое задание. Если в этом, в том предыдущем задании я реально дрожал, мне было плохо. Здесь вообще супер базовое задание, которое должен знать каждый школьник – это конституционные обязанности гражданина. Конституцию нужно прочитать хотя бы один раз перед ЕГЭ – это прям must-have. Стандартные задания – это 4 элемента права в Конституции и обязанности. Обязанностей, на самом деле, очень немного, их список ограничен, очень понятен. Это задание решается просто на логике. Я готова. Правильный ответ – 3, 4, 5. Ну и здесь. Спасибо. Короче, сейчас мне может быть очень больно, на самом деле, потому что каждый следующий вопрос – это дополнительная боль для топ-репетитора. Я не знаю, какую там мощность поставили ребята, но у меня есть слабенькая надежда, потому что эту тему мы недавно проходили. Хотя Маша ответила неправильно на первом вопросе, который мы тоже проходили, он был очень простенький. Эту тему мы проходили прямо недавно. Это определение экономики. Здесь просто тебе скажу, что в ЕГЭ спрашивается несколько определений экономики. То есть это термин очень широкий, с очень таким объемным понятием. И здесь нужно выбрать верное определение. То есть здесь оно спрашивается в нескольких аспектах. Поэтому давай посмотрим, как ответит Маша, как она закрепила тему, которую мы прошли прямо совершенно недавно. И если сейчас Маша ответит правильно, то у нее будет просто бешеная скидка, и она была всего лишь в одном шаге. Всего лишь в одном шаге, дорогой зритель, от того, чтобы получить 90% скидку. То есть практически бесплатные занятия у того препетитора. Я готова. Правильный ответ. 1, 2, 3, 4. У меня аж лезки брызнули. Ай, хорош! Маша! 1, 2, 4, да? Маша, почему ты не закрепляешь тему? Скажи мне. Это шок. Почему ты выбрал 2? Скажи мне. Похоже на правду. Это не похоже на правду. Обрати внимание на задание, друг. Это определение совершенно другой темы. Это определение экономических систем. Цифра 2, если ты тоже ответил неправильно, это определение экономической системы. Но не экономика в ее глобальном и подробном понимании. Маша, ну как тебе? Ну, я немного расстроена. Я могла лучше. Но я думаю, что музыка немножечко помешала. Да? Но я думаю, что еще время подготовиться есть. А что вообще, как думаешь, почему вот так плохо с некоторыми темами? В чем проблема? Надо больше повторять. Надо больше повторять. Ты чувствовала такой, знаешь, элемент мести топ-репетитору за все эти домашки, дедлайн или нет? Было такое. Было такое? Ты рада, что мне было больно? На самом деле нет. Нет? Я очень добрая. Но, тем не менее. Я очень добрая. Больно ты мне сегодня сделала. Подытожим. Ты хочешь тоже сделать более топ-репетитору? Ты хочешь отомстить за эти домашки, за злых кураторов? И ты можешь это сделать? Напиши под этим видео, комментарий, дай шок-контент. И мы случайным образом выберем еще одного участника для этого классного шоу, где ты можешь либо сделать более топ-репетитору, либо забрать AirPods Pro и наслаждаться и быть самым крутым в школе. Спасибо, что смотрел до конца, спасибо, что был топ-репетитором. Не забудь поставить лайк и подписаться на наш канал, если ты все еще этого не сделал. А мы увидимся с тобой совсем скоро. Пока.